Шимкенский спортклуб распахнул для нас свои двери и удивил не только большим залом и яркими красивыми картинками на стенах, но и теплом и уютом. Да, кстати, у них есть бар, который пользуется большой популярностью у посетителей, хотя в нем нет алкогольных напитков и здесь только полезное и здоровое меню. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот расскажите, что значит полезное и здоровое меню? А когда все натуральное, то есть творог это обезжиренный, но мы его дополняем ягодами и медом, то есть он очень вкусный, получается натуральный. Если это сластитель, то только стевия у нас присутствует, если кофе, то только цикорий. То есть у нас также тушеная телятина без единого капельки масла, это все парится в своем соку, нежнейшее. Также у нас гамбургеры есть, они делаются из кукурузной муки у нас, за счет этого у нас нету калорий получается, они ПП и можно и даже во время тренировок и после тренировок кушать. То есть преимущество нашего кафе, что мы можем до тренировок что-то вкусненькое сделать, то есть это какой-нибудь коктейль, который именно на мышечную массу, да, для наших спортсменов. Также для любителей просто, когда кто-то проходит мимо, хочет перекусить легким салатом, вкусным, натуральным, то есть также у нас здесь очень много разновидностей салатов, которые тоже делаются из курицы, индейки, то есть она также варится в своем соку, натуральное, нежное, без добавок. Да, кстати, у молодежи сейчас распространенное питание палео. Давайте спросим, что это такое палео-диета или палео-питание? Я уже сама запуталась. Да, скажите, пожалуйста, вот что это такое палео-диета, палео-питание? Палео-кафе и само питание, оно подразумевает себя, чем питались наши предки, то есть это также без соли, это без масла, как раньше мы костер делали, получается натуральный стейк в своем, опять же, соку, да, идет. И палео-кафе, опять же, дополняет себя, что это все натурально, то есть это зелень, побольше овощей, фруктов, ну и желательно, конечно, сезонные. Это вот самый сок, то есть осенние мы берем ингредиенты, то есть чем питались наши предки. А почему вот сейчас у молодежи, почему она популярная стала? Потому что это правильно, то есть мы можем свое здоровье поддержать, не ухудшать, мы можем также угостить нашу молодежь вкуснятинами, ну натуральными, то есть у нас есть также конфеты, шоколад, но они деланы тоже из натуральных, то есть из сухофруктов с добавлением также кукурузной, овсяной муки, которая помогает нам для здоровья. Вот испытания мы уже определились, ну а теперь давайте узнаем у организатора Шимкенского клуба, как вообще пришла идея сделать и с тренажерами рядом, и бар. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, кто вы? Меня зовут Александр, я являюсь одним из инициаторов открытия Шимкенского клуба, в том числе кафе, Палео Кафе. Палео Кафе это не бренд названия, а Палео Кафе это скорее идея питания. Ну вот, вопрос почему именно Палео и почему именно в спортивном клубе, потому что обычно, когда человек переходит на здоровый образ жизни, он учитывает несколько факторов для этого, в том числе это тренировки, питание и режим дня. Поэтому, если человек просто тренируется, не учитывая питание и режим дня, это бесполезно. Так же, как и наоборот, если он правильно питается, но не ведет здоровый образ жизни, у него тоже ничего не получится, или он не достигнет тех результатов, которые нужны. Это те вещи, которые друг без друга не сочетаются. Ну как вы думаете, для молодежи это выгодно, чтобы здесь и они могли покушать, и сразу пойти позаниматься? Во-первых, это выгодно, в каком смысле? В первую очередь, когда вы ведете правильный здоровый образ жизни именно в молодом возрасте, вы будете экономить в старости. Потому что есть такая вот поговорка, да, если вы бегаете по залам молодости, то вы меньше бегаете по аптекам в старости. Вот, поэтому молодежи это, конечно, выгодно, это всем выгодно, это в первую очередь вклад в свое здоровье. А здоровье, как говорится, оно ни за какие деньги не купишь. А если пытаться купить его за какие-то деньги в будущем потом, то это очень большие деньги. Поэтому правильно питаться, вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня, это всегда правильный выбор. То есть на здоровье не нужно экономить, но в том смысле, что его нужно поддерживать и предупреждать какие-то изменения в будущем. А не затрачивать на них тогда, когда уже оно начинает подводить вас. Все, спасибо, а мы пошли экономить на старости. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На самом деле здоровье – самый большой подарок, который может получить человек. Какой бы совершенной ни была современная медицина, она все же не может избавить каждого от всех болезней. Человек сам в ответе за свое здоровье. Берегите его с молоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Кулакова